Как научиться смиряться с обстоятельствами, которые изменить нельзя? Измените к ним отношения. Как меняется отношение? Опять возвращаемся к тому, что сейчас нам изменили обстоятельства, и перспектива ещё, ну вот, она прослеживается, но очень туманно. Но это же не говорит о том, что трупики должны лежать. Первое, если вы готовы жить на этой земле, готовы выстоять во всём этом, как бы ни было, кто бы был прав, кто бы не был виноват, это очень сейчас такая тёмная, туманная история информационная. Но в любом случае, если здесь остались, от банальщины отходим, некуда. Не за что и некуда. Значит, тридцаточка прошла, ситуация начала меняться кардинально, в противоположную сторону пошёл маятник. Подводим баланс, да? С чего начинали, к чему пришли. Вот первое девять месяцев надо себя родить самого или саму, хотите вы того или не хотите. Сейчас будет всё меняться, всё. Куда пойдём? Что делать будем? Мы такие все умные, мы такие всезнающие до момента, пока это нужно воплощать в жизнь. А как нужно воплощать в жизнь, мы сразу с кармашек, с потайного, достаём болячки, достаём какие-то оправдательные системы самих себя, какие-то агрессивные намерения на тему, что кто-то виноват. Я вас уверяю, отвечать вам все. Все без исключения. Вы, я, наши дети, наши родные, все будем, потому что мы все в этом участвовали. А вот каким способом отвечать? Это называется степень. Или я собираюсь, поднимаюсь каждый день, прихожу и говорю, да ничего страшного. Обязательно мы с вами это всё пройдём. Да, страхуемся, да, подтягиваем людей, да, за каждого, который готов что-то делать, бьёмся, честно бьёмся. Но это стоящее дело. Или сзади сидеть, подскуливать, страдать, переживать и слушать всякую хрень, которую одевают на голову. Как? Вот это выбор, как? Вы куда-то двигаться собираетесь? Или опять будете ждать, кто придёт и в очередной раз на голову какую-нибудь ерунду одеть? Так вот тридцаточку, вот эти вот, тридцать лет, с девяностого по сейчас, посмотрите, что изменилось в жизни. Самое ужасное, когда человек находится в той же квартире, в том же городе, с теми же вообще условиями, и ничего в его жизни не меняется. Он просто переповторяет жизнь своей семьи. Тогда тут даже к бабке ходить не надо. Скопируется всё до винта, до болячки, до дня, до питания, до обращения. Всё. Становитесь сами себе пророками. Зачем вы куда-то ходите? Перед вами ваш портрет, жизнь которого вы проживаете. А чтобы выйти от этого, нужно на себя разозлиться. Потом как-то собраться с кем-то. Пройти эти непростые точки соприкосновения. И всё-таки с мочи. Вопреки, но с мочи. Вот у нас тут такая задача с вами, знаете, соотечественники. У нас каждый раз мордой по асфальту, чтобы мы очнулись. А нам каждый раз по какой-то причине неведомой хочется быть болванами, конченными. Господи, прости за слово. И вот как-то приспосабливаться. Ну, значит, тогда следующие 30 лет асфальтной болезни нам с вами гарантировано.